господи иисусе христе сыне божий помилуй нас помилуй меня грешным номер 525 события дня луки 1631 если бы кто из мертвых воскрес не поверят за 20 мая 2017 года вот я интересно видел вчера танец про танцы только что тему дал такую как они отрицательно влияют и когда мужчинам обязательно интересно женщины танцевать там проще называется утонченный разврат и вдруг я вчера увидел такой танец не вписывается в это первый раз и называется как русские делают это вопрос восклицательный знак иностранцев шокировал русский танец березка и тут показывается как каком месте и вот этот танец вы можете посмотреть как одеты русские люди мне тут одному неудобно это показывать просто я тут налепил налепил видно было охота показать хотя бы чтобы знали где вот может быть видно я местами покажу в разных местах то есть можно это найти посмотреть я не знаю даже что показал то еще к этому привяжутся но довольно интересно как будто просто какой-то пол такое сделано люди просто плывут и прочее они ни к чему не призываю но просто первый раз вижу даже иностранцы видите иностранцев шокировал русский танец березка как русские это делать они будто выплывут просто плывут и ни слов никаких нету не изгибание не раздевание то есть совершенно необычное вот я тут свои дела говорю вчера какие события было что алексей заезжал тут с потеряевки вот убрать его братья у него рамы в сарай вот как это сделать четыре работника у него будут дом строить на жена я сказал где чтобы остановились и где можно было и и никите сказал тут наловить гальянов запустить в южный пруд а они уже купили карпа ездили поскольку там все рассказал как было юрий соболев пишет мировым игнатий тихонович попалась на глаза и весьма заинтересовала статья точнее интервью с региональным представителем католической организации опус-дэй дело божье вот это вот название такие дело божье но царионов там себя называет другим именем он дело божье дело божье а у него воля божья там разбирает когда там еще кроме сраму нету то есть постыдно и даже в названии как на это можно но вы делаете дело божье стремлюсь к этому в надежде на этот царионов энтео там называется и все вот чего-то подобного а дело божье в россии александром дианин хавард необычно много нового неожиданного открылось в этом интервью вот чего-то подобного остро не хватает нашему сегодняшнему православию так подумалось сразу после прочтения во первых вопреки сложившемуся мнению в этой организации нет монахов интересно вот монахи о монахах и состоянии и сегодня подкидывать и подкидывать материалы Игнатий Тихонович о чем вы говорите столько лет вот об этом говорит Владимир Головин священник опять ой Игнатий Тихонович на пятой минуте Осипов профессор у него полный зал там семинаристы академисты священники сидят и он об этом говорит об этом же самом теми же словами я правда посмотрел действительно на Игнатия Брянщанинова ссылается маленько не на те места у меня более сильные места он говорит монашество кончилось он это даже не говорит кончилось остались актеры одни так во первых вопреки сложившемуся мнению в этой организации нет монахов во вторых открытость и направленность этой организации в своем так сказать общинно-личностном делании на благо людям во имя Христа в третьих обнаруживание мало общего с характером и некоторыми особенностями ваших общин ваших в смысле алтайских и вашими личными принципами Игнатий Тихонович но я посмотрел ну действительно впрочем дабы не быть голословным предлагаю небольшие выдержки двоетощие все мои друзья знают что я из дела само название меня не просто думаю никогда бы на это не решился дело божие дело божие я не терплю засекреченность вот у нас все сменимает и мы знаем кто против чтобы снимали вот есть такие люди я категорически против я делаю уже вывод это редко редко верующий скажет почти не скажет это неверующие говорят он не верит что суд божий будет все открыто я не давал согласия это хулиганы это люди там скрытно у них скрытые как правило скрыто смирепость грех злословие там за этим они сразу проявляются когда их снимаешь ну у меня опыт я близких людей видят которые против все одинаково ведут себя такие у меня снимают я иду мимо краевой администрации идет представительный мужчина увидел меня о это вы лапкин я так давно хотел с вами встретиться разрешите вас сфотографировать а что тут особенно фотографируете он сфотографирует краевая администрация идет мужчина какой-то он дал ему фотоаппарат сфотографируйте нас вместе по сей день не знаю кто мы идем в Киеве меня хватает японцы затаскивают на паперть фотографировать в америке был полицейский подходит по английски говорит может с вами сфотографируется в аэропорту здесь рядом стоит епископ а к нему даже никто не подходит а у него регалии там все надето панаги а ко мне подходят и что это тип русского человека какой тип а в сапогах с мешком там гимнастерки офицерской я говорю о необычных случаях это наоборот людей как бы заинтересовывает вот он говорит открытость каждый кто хочет может за пару секунд узнать где находятся центры организации в разных странах мира он может позвонить зайти и посмотреть вступить в опус да и нелегко нужно доказать в своей жизни что у тебя есть призвание вот я бы сразу вступил туда но если бы но я не нуждаюсь в этом дальше знаки призвания вот они большая любовь ко Христу первое я сразу ее покажу практика общечеловеческих добродетелей искренности покажу в 3 секунды естественности в наличии все у нас великодушие мужество и самообладание но это уже другие решат имея я мужество или нет самообладание я спрашивал после когда освободился как я на суде то себя вел ой как вы мужество на себя вели как во КГБ тут все вы отвечали против советской власти ну 86 год июль август ой я говорю наоборот и у меня все трепетало и сжималось я мог бы больше ответить но статья была бы в 3 раза строже вместо 190 прим у КРСФСР у меня было 70 была так великодушие мужество и самообладание желание искать Бога в профессиональной работе это у меня на 100% есть и служить людям посредством своей работы все до остатка отдано как один вот придет Христос лапки наоблещит вот он все делает точно а у Христа другая мерка и он раздетый там он такой-то и он пойдет в ад ну то есть изгаляется да Бог его знает кто пойдет в ад когда человек ищет Бога в своей работе а не только в храме он старается хорошо работать вот я и говорю уныние от плохо сделанной работы у меня наработки свои есть перед Богом нельзя халтурить я ребят все время это тискаю за это а работать хорошо во многих местах залог профессионального успеха ну у меня это я печник переплетчик реставратор дрессировщик там собак и могу показать строитель ну еще только не было в жизни и везде работать так у меня выработка двести восемьдесят триста процентов и на самые опасные участки меня всегда толкали мне понравилась мирянская духовность дело то есть ее есть ответственность ее спонтанность и свобода ну я малая крошка бложка никогда бы не создал ничего просто работаю кто хочет рядом находится опус да и не орден я люблю и почитаю монахов но монашество не для меня я стопроцентный мирянин ко мне относятся мир вот мое поприще видишь он против монахов ничего не говорит я не говорю но я говорю это не евангельское устроение монашество загубило проповедь в миру и поэтому там и мусульманство и масонство и фашизм и коммунизм это все плоды выжженной земли монахами у меня более грозные слова мир вот мое поприще да так в мире родился в мире живу работаю в мире и умру понимаю идею пустыни но это не мое призвание понимает идею вот это я сказал то есть никакой идеи там нету это самомнение это противление Богу тут мы не сходимся у меня более сильные доводы по всем житиям святых по канонам по правилам по Библии главное по Библии идите по всему миру а не та чтобы мир шел к вам в этом смысле я близок Владимиру Соловьеву Николаю Бердяеву Сергею Булгаку Александру Шмеману Александру Солженицу ну сказать что я близок вот этого я не могу да мне нравится кое-что выбираю но не близкий близких ни одного у меня здесь нету ни одного потому что все не евангельские все перечисленные видите как вот членов опус ДАИ можно сравнить только с первыми христианами 80% членов дела живут в браке есть определенный процент людей которые соблюдают безбрачие но безбрачие монашество это совсем разные вещи вот я за это полностью я за безбрачие и никак ну монашество без обетов так сказать безбрачие всегда было в церкви а монашество появилось поздно к концу 3 века святой Себастьян мученик начальник притарианской гвардии при императоре диоклетиане император Максимиане не был женат и монахом не был среди христиан первых веков очень много людей живших в безбрачии безбрачие дар божий не связанный с монашеством а монашество это противление Богу в том виде в котором оно пришло противление духу Евангелия противление духу святому призыву у меня другие слова здесь есть люди живущие в браке обладающие монашеской ментальностью но не знаю ментальность и прочее ну зачем это живущие в браке и жить по заповеди божьим кто имеет жену как не имеющий должен быть не подкаблучником быть есть люди живущие в целебаде и обладающие чисто миринским духом мирянским ли вот целебад придуманные слова целит на бабках говорит ну не люблю это слово живи нормально как Христос заповедовал нет обетов есть обязанности которые описаны в договоре согласно нормам канонического права вот например человек пишет статьи против учительства церкви его вразумляют но если он упор стоит прелатура с ним расстанется какая прелатура что я слова не знаю есть вещи с которыми не играют в деле одна из них верность церкви за эту лояльность нас порой ненавидит как слово лояльность почему лояльность к чему без церкви нет спасения нет рукоположения от апостольских времен все это ересь это последователи дофана аверона и корея никаких конфессий динаминации нету сатана прикрыл слово ересь этими словами они должны спрашивать а какой ты ереси к каким еретикам относишься далее кавычки мы должны практиковать самоумершление прежде всего в мелочах каждого дня вставать пунктуально не нежесть в постели после звонка будильника признаю полностью работать добросовестно не предаваясь несбыточным мечтам и не убивая время зря аминь избегать искушения сперва выполнить приятное задание и отложить менее приятное на потом я так никогда не делаю я то в первую очередь малое первое сделать а которое длительное то уже дальше делаешь и делаешь делать свою работу как можно лучше аминь тактично подправлять подчиненных даже если это неприятно подчиняться избранному графику молитвенного размышления даже если у тебя нет настроения вот семь раз не менее в день молиться тут я схожусь полностью сохранять дружелюбие в отношении с людьми которые тебе не слишком симпатичны улыбаться когда-то совсем не хочется это у нас не принято это сектантское льстивое эти резиновые улыбки совершенно не христианское мириться с маленькими большими неудачами а чего ради мириться и преодолевать и все видите какие разницы у нас заниматься с детьми и приходя вечером домой даже если ты устал до смерти устал до смерти ложиться на отдыхать а не заниматься с детьми но это все надуманное есть то что тебе дают даже если это тебе не по вкусу ну не по вкусу я и не ем с собой сухари зачем я буду есть то что не то что не по вкусу а вредно мне к нам в симпатии относятся немало православных священников и епископов их привлекает духовность святого Хосемарии у русского православия есть опыт мученичества это грандиозный опыт но мало опыта работы в свободном и обмерщенном обществе нас поддерживают потому что мы же приехали сюда служить а не торжествовать а тут скрыто что-то уже католическое у них правильно проникнуть как-то а далее все под каблук под туфлю папы загнать это католики не каждому слову верь там на лжи все устроено вот это но такие люди у них встречаются разные саванаролы где-то и страдальцы Наталья Чернова Мирва Магнатий Тихонович хочу спросить у вас по поводу аудиофайлов можно ли как-то скачать одним файлом там а то в каждую главу вхожу и по отдельности скачу я отвечаю говорят что можно скачать а насчет энуреза она спросила берете таких вы про своего спросили таким дается отдельная келья чтобы вы спали на своем всем и сами стирали ежедневно никого не удушая обычно они в своей палатке живут автономно только в ночи а остальное в общем потоке расписания на день Владимир Харин Христос воскресе у меня вопрос в селе нашем служит поп с города он двоеженец а значит незаконно рукоположен на литургии нет услов поглошенной из идите стоит ли ходить к нему на службу до города двадцать километров проблем в воскресенье доехать в город нет в храм с уважением Владимир Харин отвечаю не могу ответить тут есть вопросы когда был он женат дважды до крещения своего или уже в будущем крещен и другие законные вопросы лучше бы спросить кого из священников а оглашенным видимо он себя все же признает и боится сам себя извернуть и знать чтобы исполнился возглас это лукавят попы Сергей пупков прошли соревнования вчера дрессировка собак спаси Христос за молитву выиграл три золотых две серебряных и одну бронзовую медаль пятьдесят шесть килограмм сухого корма для собак надолго моим подопечным теперь хватит но если у него золото это все с золотом теперь обвешанный а видимо эти побрякушки то дают называет золотая медаль Владислав Марущак дает такой материал там выступает священник Александр Авдюйгин пересчитывая евангелие всегда находишь новое и как казалось бы издавна известных строках причем это новое не имеет временной привязки все абсолютно современно вот и сегодня на литургии будем считать начало из 10 главы евангелия Тианна здесь не только обоснование нашего христологического догмата здесь и нынешняя злободневность на слова Христа я и Отец одно иудеи схватили камень что упобить его Иоанна 10.30.31 а разве нынче мы не имеем примеров когда на чьё-то заявление и высказанную позицию следует реакция подобное действием евангельских иудеев без выслушивания аргументов без желания узнать почему так думаешь а не иначе не по-твоему или не по-моему следует мгновенная реакция а ту его у меня вот пятьдесят пять лет уже травят а ту его да ничего у них не получается это попына это способ на сами ничего не могут делать мы показываем жизнь во всех ее проекциях и на работе и дома и беседы и в дороге идем все абсолютно показываем даже я интервью даю уже берут у меня под одеялом лег спать из бани и иду ой вон идет ну я иду трусы на мне что вы за помирали смотрите спортивные игры меня спрашивают я важное дело и ответил как раз два архиерея тут приехали без выслушивания аргументов без желания узнать а ту его а ту его то есть собакам кричат хватай его я их называю кодлы патриаршие евангелист далее рассказывает что иудеи все же выслушали христа прежде чем булыжникам бросать и даже сказали ему за что конкретно его хотят камнями закидать к сожалению сегодня выслушивать часто не хотят не желают некогда проще убить дабы не мешался абсолютно правильно вот на меня нападают мои книги ну 38 томов это не игрушка да еще семь которые в интернетной версии не бумажной и дворкину там и разные какие там кемеровские тульские сенсорские отделы какие-то взяли на рассмотрение дворкину дали в одессе монастырь киево-пещерский ну и что ну и что пятнадцать лет и ни слова нету ничего нету проще убить клевещутся к священнике упираются я их не трогаю даже а они не могут отстать никак все пошел я в храм литургию служить чтобы до воскресенья прибить кого-то не хотелось но и здесь показывается где именно вот смотрите тут нажать надо владислав марущак опять же он собирает интересный мужик все это собирает христос воскресе вот и осипов говорит о том что вы всю жизнь говорите перед священством но никто не говорит ему что он против монашества ведь он профессор там пять минут и показано где нажмите только вот это и вы найдете там он говорит об этом спрашивает а вот как сто лет назад монашество тут было все потоплено в крови храмы неужели такое будет он говорит может быть он говорит не может быть а непременно будет другого не может быть и я об этом говорю их снова будут вниз с колоколем спускать как будто какое-то зверонравное общество волков лютые волки знать еще не знают прямо что есть под руками хватает бандиты как назвал их каких бандитов напринимали церковь патриарх алексей второй осипов говорит об этом открыто но осипов дальше то не говорит что он их нападил таких это его выкормыши это его последователи сидит 80 лет в галстуке масонском он может быть масон давно но говорит иногда и по делу Сергей Игнатов на видеоролик подготовка южного пруда к работе бульдозера потеряевка шестнадцатый год христос воскресе да без трактора прокопать такую траншею ров это труд геракла вы богатыри братья укрепи вас господь я вас очень люблю дорогие труженики ну вот это то что вошло тут такое я еще показывал это я убираю это мне надо свое выставить какие красавицы шестнадцать красавиц нашли поставили и как будто не танцевые просто плывут и плывут и плывут вот показываю что у нас за ресурсы есть это мой мир вот вот мой мир как это выглядит сейчас покажу это моя страничка вот она и в нее заходите мой мир Игнатий Лапкин вот там есть другая страница открытого у меня модераторы открыли где я с голубем а именно надо вот на эту где в шапке и тут почта и все очень люблю эту систему никаких фейсбуков твиттеров у меня на открывали я их даже не бываю и контакты мне страшно не нравятся только для себя и все какое-то закрытое скучное ни буквы не увеличить ничего нету вот может из-за того что там сразу я не был полюбил это ну и наш во свете библии православный форум форум 1600 тем ну и видео а тут что это у меня тут про кого-то не то вот он видео православный видеоканал открытым оком во свете библии это у меня тут она не нужна вот 7200 примера наших видеороликов очень ругательные пишут отзывы приходят они никакого отношения не имеют пруд делают пруд бульдозер работает никого нету я стою показываю куда землю уваливать ругается и матом бульдозеры я двое на кого на бульдозере на меня я так и не понял в другом месте дети собирают ягоды секта что это дворкинская отрыжка дворкинская блевотина затопила страну ни патриарх никто не видит ослепли все это главный враг сегодня не неоязычество как Ткачев говорит Андрей а вот дворкинщина это вот что самое главное то есть ненависть присущая всегда священству почему Златоуст говорит никого так не боюсь как епископов они совершенно непримиримые ну что сказать что сеют то и пожнут другого не будет и вот я выставляю тут все пруд лагерный пруд с кем-то беседуем утренние молитвы о вере вопросы оттолкования блаженного филакта занятия по библии вот батюшка считает как правило златоустые события дня у нас ничего и нету нету занятия дают работа труд молитва молитва и труд вот они заходите и смотрите смотрите как у меня все ресурсы называются открытым оком а какие мой мир форум ну это во свете библии православный библейский сайт и самое самое ценное во всем неповторимое я думаю не создать сегодня никому такое никому их такого нету ответы 4124 полностью по библии было полностью по 77 книг библии полностью чтобы в этом ответе заключалась святые отцы полностью по правилам канонам 719 и по житиям святых тысячу там триста с лишним вот 170 вот этого нету нигде нету поэтому я тут беру вопросы эти разбитые ответы 55 папок и вот сейчас последнее здесь это по русском языке я уже говорил немного заходите берите вопрос 4046 тридцатый том открытым оком сколько лет хожу в церковь постоянно не могу понять даже рождественские песнопения а только свят и дева рождает нельзя ли хотя бы несколько песнопения разъяснить на нашем языке это мне задавали вопросы в университетах воинских частях в милиции в радиопрограммы я вел три в школах ответ есть хорошие переводы на русском языке достаньте их и следите за богослужением на вечере Рождества Христова слава тебе боже наш слава тебе рождественскую песнь поем тебе мы ныне и службу светлую от всей души приносим рождением своим ты нас всех возродил и к высшему блаженству путь открыл прими же песнь нашу Христос и службы наши не отри слава тебе боже наш слава тебе гонителя жестокого царя египетского в волнах морских сокрыл ты в древности теперь же ты во яслях сам сокрыт и умертвить тебя стремится ирд но мы не сирдом а с волхвами и господу мы все поем славно ты прославился слава тебе боже наш слава тебе недвижимое ты землю утвердил в начале теперь же в ясных бедных возлежишь твердь видя чудо содрогнулась и в ужасе безмерно восклицает свят 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 ты бог наш слава тебе боже наш слава тебе пришел ты милостиво к нам явился и сая исаи пройдет свят 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 и слава тебе слава тебе был взят но не удержан в персях иона священным образом твоим пророк тот был как и ч и и вышел из зверя он, и ты, Христос, родился ныне плотью, чтобы во гробе возлещий смерть принять, но в третий день с победой воскреснуть. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Нет слов поведать это чудо, изведший некогда трех отроков из печи. В убогих яслях скромно возлежит все для того, чтобы нас спасти не поющих. Избавитель наш Бог, благословен ты вовек! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! О, ужаснись, убойся небо! Подъявись основания всей земли, подъявитесь! Носящий в глани все одеждами повит, носящий в глани все вертепи возлежит. Благословите, дети священники, воспойте, превозносите люди! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Не связан более Адам, свободны все мои братья. Поражена языческая прелесть, волхвы царю Христу приносят дары. Благословите, дети священники, воспойте, превозносите люди! Христос! Не дивисься мне, о мать! Младенцем видишь меня в вертепе, но прежде солнца дня рождена, я отца отца. Пришел же ныне я прославить, вознести тебя, поющего с любовью человека. Богоматерь! Блаженно я, родив тебя! Ну вот от Ирода бежишь ты! Чадо, скорблю! Сколько оружием печали тяжело поражаюсь! Молю тебя, обзываю! Спасай тебе, поющих верно! Христос! О, мать моя, в Египет жребий мой бежать! Но будет чудо в Египте! Падут все идолы там, в храмах! Врагов же всех мои ждут муки! Могущий я, Вседержитель, внемлю твоей мольбе! О, мать всех! Поющих мне, спасу и вознесу! Ликуй же, тварь, красуйся светло! Во плоти Бог явился ныне! Неси Христу дары и вертепы с пасторами! Пой чудо! Христос рождается! Славьте! Христос с небес! Встречайте! На земле, Христос! Возноситесь! Пойте Господу! Вся с земля и с весельем воспойте, люди! Ибо прославился! «Воскресный день» называется книга. 1916 год, номер 49, 50, страница 380. Стихотворение. Собрав святые поэзии, я всех озолочу. Пройдусь по краю лезвия мечтаний. Сухарю каждого, а где поколочу, найду немало, чего вы не считали. Не просто вызвали зерно и подзавалов, и снова высеять единственным зерном. Пора и для него через меня настало, тогдашнее к спасению повернем. О чем глагол о стихотворе с давней подыскивал красивые словечки, что тужился сказать, что было б складно, и думал ли о славе скоротечной. Для угождающих правителям любым готова отповедь в бесчестности единой. Его слова развеялись, как дым, в надменности слащавой горько-дымной. Но были же не Красовы, пусть редко, а рабстве пели, горем записали. Склоняли хрен, а он не слащие редьки. Болели за больных, такие все в отвале. Ищу слова о Боге и Писании, как звали к небу, здешние презрев. Бессмертие народное спасали, с молитвой луч встречали на заре. Из этих выборочно крохи подбирал, украшивал библейскими стихами, спешил, старался довершить, а врал. С таким поэтом мы вдвоем пахали. Винок из тысячи отдельных лепестков, благослови благоухание Божие. И не засушенный среди сухих песков, а жившим автором на их главу возложен. А если бы при жизни возродились, поэты те, кого упомянул, у них в словах тогда возникнут крылья, да не поставят ревность ту вину. 10 апреля 2008 года. Ну, на этом все. Больше тут сегодня не будет. И закрываю эту тему в события дня. На этом конец.